Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале «Экзегет». С вами священник Стахик Латвин. И сегодня с вами по традиции разберем один-единственный стих. Постараемся вот такой стих, который вроде завершает отрывок, который уже как-то пробегаешь мимо, на него обратить свое внимание, потому что в нем есть очень-очень глубокий смысл, и он нам может помочь, ответить на вопрос, потому что стих этот еще и с начала одного из Евангелий, и уже сразу возникает вопрос, что же Господь, ну вот столько всего написал, такие разные притчи, такие разные какие-то истории, евангелисты написали про различные исцеления, про различные поучения, как же это все сложно, вот нет, чтобы Господь как-то там попроще дал список из нескольких западей и сказал, выполняй, да, вот короткую инструкцию, а тут вот такой объем. Поэтому давайте откроем Евангелие от Марка, кстати, самая короткая Евангелие, 4 главу, и прочтем 33 стих. «И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать». Тут даже не так важно, к какой притче вот этот стих примыкает, это притча про зерно горчичное, из которого вот произрастает такое чудесное дерево, гигантское, под которым вот птицы находят тень в раскаленный полдень, в Святой Земле он куда более раскаленный, чем в наших северных краях. Но на самом деле эта фраза, она завершает целый ряд притч. Притч о сети или притч о семне, притч о сосуде на свечнице, который вот со свечой стоит и горит, и освещает помещение. То есть Господь говорил различными притчами, причем, судя по этому стиху, не все из них апостол-евангелист Марк приводит. То есть Господь больше за эти дни, значительно больше притч проповедовал. Господь, однако, как вот мы видим принцип, сколько они могли слышать. Господь дает по максимуму, что может его слушатель вместить. Разные люди могут вместить совсем по-разному. Разные ситуации требуют различного евангельского такого осмысления и различные опоры на различные евангельские сюжеты, на слова Христа. Наша жизнь очень-очень многообразна. Наоборот, вот можно и встречный вопрос слышать порой, почему же Господь вот не дал четкие ответы, как в такой ситуации, как в такой ситуации себя вести. Но прежде всего потому, что четкие ответы человека очень сложно четко использовать, потому что человек не робот, он не может вот ровно так поступить. И поскольку мир — абсолютное, идеальное творение, в котором еще наше творчество, наша свободная воля постоянно что-то выбирает и делает, как благое и дурное, то тоже каждая ситуация абсолютно уникальна. И нам, именно опираясь на притчу, мы можем принять, как наш тот или иной шаг, обычный, житейский, приблизит нас ко Христу или отдалит от Него. Тем не менее, Господь берет и заключает свое вероучение на самом деле в весьма малое количество евангельского повествования, в малое количество притч, причем мы знаем, что каждая из четырех Евангелий предоставляет абсолютную самостоятельную ценность. То есть, если человек взял и прочел самое короткое Евангелие от Марка, крохотное, то уже он все Евангелие в полноте понял. Это не значит, что не нужно других евангелистов читать. Нет, наоборот, это тоже великое сокровище, великая опора нам на пути спасения. Но тоже человек, вот чаще всего, когда сейчас приходит креститься или начинает как-то вероинтересоваться, ему всегда священник посоветует Евангелие от Марка читать, как самое коротенькое. В нем будет меньше притч, чем в других Евангелиях, в нем будет меньше описания исцеления, в нем будет меньше поучений спасителя. Причем тоже, если мы посмотрим даже первые три Евангелия, Матфея, Марка, Лука, то в них притч, что исцелений будет больше. А вот мы посмотрим Евангелие от Иоанна, а там куда больше пояснений, поучений, и куда оно более сложное, поэтому для понимания, для нашего метущегося разума, которому сюжет подавай, а не какое-то размышление. Однако каждый человек, он создан уникальным, каждому человеку Господь дает свои таланты и способности, и поэтому каждому человеку нужно разное количество евангельских слов для того, чтобы пути спасения наследовать. Мы знаем, люди жили веками, у них не было Евангелия под рукой, Евангелие была очень дорогая книга, рукописная на папирусных свитках или свитках пергамента, и ее могли позволить только себе, только очень богатые люди, или могла позволить просто церковная община. Вот был в храме свиток евангельский или книга там даже первопечатная, и ее читали, толковали, разбирали на проповеди, а человек, обычный крестьянин, но вот не мог он дома себе там Библию держать, пока книгопечатание значительно не удешевилось. Тем не менее, вот мог простой, человек не очень образованный, что-то услышать, какие-то основные евангельские притчи, и по нем искренне по-простому жить. И слава тебе, Господи, меньше дано, меньше спросит. Человеку, который уже берет, и от него большее зависит, больше зависит жизнь других людей, которому более сложные и комплексные решения нужно принимать. И просто человеку даже в ритме современного города большого 21 века, ему взаимодействие с куда большим количеством людей, то есть каждый день там вот житель мегаполиса идет и видит куда больше людей, чем наши предки видели порой за всю свою жизнь многолетнюю. И нам, конечно, куда больше евангельский текст больше опор и требует. Вот если мы посмотрим, что Господь берет и именно различными притчами такими свое слово проповедует, потому что Господь говорит, у вас будет неизмеримое количество встреч. Каждый человек, встреченный вами, с ним надо по-особому выстраивать отношения. Если я тебе дам человеку просто указание, вот поступи с таким-то человеком так, ты встретишь другого человека и евангельское указание не найдешь. Если Евангелие превратится в какой-то телефонный справочник, что вот на каждого человека какое-то указание есть, то оно потеряет свою жизнь, потеряет свою силу. Но Господь его делает идеальным. Поэтому мы, когда встречаем того или иного человека, не знаем, как с ним выстроить отношения, для того, чтобы своей душе не навредить, чтобы наоборот спастись, чтобы где-то помочь человеку, а где-то наоборот злого человека остановить. Для нас евангельский текст — это как раз такая точка опоры, которую мы читаем и находим там ответы. А тут можно сказать, батюшка, а я вот читаю и ответов не нахожу. Вот я открыл, прочел Евангелие и не вижу. Вот я его читаю подряд. Или наугад. Или даже начал как-то по ключевым словам искать в интернете что-то. Ну, не подобралось мне. Так нет, в том-то и дело. Задача, что Евангелие — это же не книга для гадания. Евангелие — это Слово Божие, ведущее на жизнь вечную. Поэтому наша задача не только прочесть Евангелие и как-то держать в своем разуме то, о чем Господь говорит. Но задача его — постоянно читать. Потому что ты прочел один и тот же отрывок, каждый год читаешь Евангелие, каждый год продвигаешь и дальше, каждый год прочитываешь. На следующий год прочел, но та же самая ситуация, ничего нового не вывел. И еще на следующий. А потом три года прошло, читаешь тот же отрывок, а у тебя в жизни такая же ситуация, которая сейчас. И вот у тебя прям все как черным по белому написано. Говоришь, слава тебе, Господи, вот как ты мне прям послал вот эту подсказочку. Или наоборот, вот вроде, да не, в моей жизни такая ситуация не касается. Ой, а мой друг, вот вчера только говорили, и я сам думал, ну не, ну ты знаешь, ты, наверное, сам решай, вот я как-то сам затрудняюсь, что тебе подсказать. А тут увидел, не, даже, может, я не разберусь, и правда это дело друга. Прислал ему ссылочку на вот тот или иной евангельский стих, посмотри. Очень подходит под твою ситуацию. И человек тоже Слово Божие принял и поступил максимально правильно. Да, мир наш несовершенный лежит возле, и может абсолютно правильно не получится поступить, но так хотя бы, как с наименьшим вредом, вышел или из той или иной ситуации. Более того, вот человек берет, и можно сказать, ой, а кто-то уже вместо того, чтобы действовать, только там и читает Евангелие, постоянно его как-то изучает. А как же вот, не будет ли передозировки? Нет, тут тоже мы видим, что Господь сколько они могли слышать, только это говорил. Поэтому каждый человек, который читает Евангелие, передозировку получить не сможет. Господь ему откроет ровно столько, сколько ему нужно. Более того, почему священнику очень важно изучать священное писание, потому что к нему приходит человек, и, батюшки, надо не просто от своего жизненного опыта, у которого может просто, опять же, в силу возраста у священника и не быть, а нужно от опыта церкви, от евангельского благовестия отталкиваться. Поэтому и священник, который изучает уже как-то систематически священное писание, и который постоянно с ним работает, то тоже к нему приходит человек, и священник помнит, вот, в таком-то и в ангельском месте Господь в такой-то притче что-то говорил, и порой люди могут со стороны удивиться, ой, батюшка, как вы вспомнили, вспомнили под такую-то ситуацию такую-то притчу. Так и ситуации жизненные, они в чем-то схожи. Да, они разные. Да, ты уже отдельному человеку будешь говорить, «Друг, ты вот мне написал там сообщение в социальных сетях, я тебя вообще не видел никогда в жизни, я тебя не представляю, я тебе не могу сказать что-то такое, что вот именно твою душу затронет, в отличие от человека, который мне там исповедуется каждый месяц». Тем не менее, я могу подсказать тебе, открой вот эту главу, открой вот этот стих, прочитай его, посмотри, по-моему, он перекликается с твоей жизнью, и уже сделай свой собственный вывод. И человек взял, открыл, прочел, сделал вывод, да, и он вместил только вот, может, на эту ситуацию, потому что она его волнует, а на всю остальную жизнь нет. Но потом его душа тоже начинает уже от соприкосновения Евангелия. Если после этого он Евангелие не закрыл, а все-таки живет дальше с Христом, его открывает. И уже он может из того же евангельского стиха, из той же притчи вместить больше, потому что и он уже сможет не конкретную проблемную ситуацию, а когда, наоборот, все хорошо более-менее, да, ну, стабильно как-то, мирно, тихо, все равно на этот евангельский стих опереться и тоже уже не просто в каком-то спокойствии души и материальном комфорте, а наоборот, и даже через преодоление этого комфорта, через, наоборот, внесение какого-то беспокойства в свою душу, взять и приблизиться к Христу, свою жизнь осветить, свою жизнь наполнить Христом и Спасителем нашим. Поэтому, дорогие братья и сестры, раз Господь нам дает возможность и призывает каждое воскресенье с Ним малую Пасху в храме встречать, и вот мы читаем важнейшие евангельские притчи, они читаются действительно по воскресным дням. Это отнюдь не все Евангелие, но вот важнейшие кусочки, важнейшие отрывочки читаются по этим воскресным дням. И вот, по крайней мере, все воскресные притчи мы обязательно должны в себя вместить. Это некоторый минимум, без которого христианину сложно ориентироваться в жизни. Может, очень хорошо христианин будет ориентироваться и хорошо деньги зарабатывать, добиваться профессионального успеха, но нет, в жизни духовной, в жизни приближения ко Христу. Поэтому точно так же, и если уже были вынуждены по болезни, по каким-то обстоятельствам, просто сил не осталось, даже на воскресную службу не попали, постарайтесь, постарайтесь все равно посмотреть, что же за Евангелие читалось в этот день, открыть его и вместить его в себя. Господь обязательно через него, через этот текст, вас направит по пути спасения. Продолжение следует...